Какова антитеррористическая безопасность образовательных учреждений республики в школах и детских садах? Прошли обучающие занятия. Высокогорный форум Махар-2023 завершился. Какие проекты представили студенты и какие идеи получили сертификаты на гранты? Где и как провели школьники это лето? Всего в Карачаево-Черкесии в летних оздоровительных лагерях отдохнули более 12 тысяч ребят. Вольным стилем на 100 метров, а также командная эстафета прошли соревнования по плаванию среди сотрудников МЧС субъектов СКПО. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Начало нового учебного года по традиции посвящено не только теме обучения детей, но и антитеррористической безопасности. До сих пор памятные трагические события в Беслане, навсегда изменившие подход к проверке защищенности образовательных учреждений. Во всех школах Карачаева-Черкесии прошли учения для педагогов. Подробности у Артура МХЦ. Охрана на входе и развешенные в коридорах камеры видеонаблюдения – элементы защиты жизни и здоровья детей. Необходимость контроля за происходящим в здании доказана на практике. Однако без систематических учений персонала и воспитанников учреждений, разумеется, не обойтись. Накануне нового учебного года в школах и детских садах Карачаева-Черкесии прошли обучающие занятия для педагогов. Отрабатывается каждый этап ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом рассматриваются всевозможные варианты событий. Обучается педагогический коллектив и технический персонал действий при чрезвычайной ситуации, потому что меняется законодательство, меняются инструктажи. И поэтому необходимо проводить обучение персонала в соответствии с изменениями в нормативной документации. Каждый сценарий реагирования на возможное происшествие согласовывается с сотрудниками правоохранительных органов. Те вносят свои коррективы, основываясь на практический опыт противодействия. При необходимости помогают преподавателям. Ведь дальнейшим именно педагогам предстоит объяснять ученикам порядок действий. В каждой школе разрабатывается свой алгоритм действий в зависимости от тех условий, в которых работает школа. Мы выработали свой алгоритм, который уже работает практически 7 лет и немножко изменяется с течением времени. Мы благодарим сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии за то, что они регулярно приходят, проводят инструктажи, вводят в курс изменений, которые произошли в нормативном законодательстве. До нового учебного года остались считанные дни. В начале осени уже учащимся предстоит осваивать правильность реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Завершился Всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар-2023». В последние дни участники защищали свои проекты. В итоге 8 молодежных инициатив стали победителями грантового конкурса. Также в завершающий день форума прошла встреча с председателем Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия. О том, какие студенческие идеи получили сертификаты на гранты и каким заполнился «Махар-2023» участникам узнавал Алихан Лепшоков. Совсем немного осталось до завершения Всероссийского высокогорного молодежного форума «Махар-2023». В эти дни проходят защиты и проектных инициатив участников. И скоро мы узнаем, кто же станет обладателем гранта от Росмолодежи. Эксперты от Росмолодежи обращали особое внимание к грамотности оформления проекта, на востребованность идеи и на подготовку сметы грантовой поддержки. В течение нескольких дней у ребят была возможность получить полезные знания на образовательных программах и более профессионально выстроить защиту своих проектных инициатив. Сегодня главный день нашего форума. Участники представили свои проектные инициативы перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи. И буквально через полчаса будут подведены итоги, и мы узнаем, кто стал обладателями грантов на реализацию своего социального проекта. На протяжении всего форума у нас была очень насыщенная образовательная программа, культурная программа и спортивная программа. По итогам защиты, восемь проектов рекомендованы экспертами на получение грантовой поддержки. Инициатива участницы форума Дианы Тимирджановой «Этнофестиваль Карачаевского народа Хасаука-2023» получила высокую оценку от экспертной комиссии. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, так как молодежь – это будущее нашей страны. И мы должны прививать им сохранение, популяризацию народных ценностей, культуры, обычаев. И от молодежи зависит очень многое. Я очень рада, что мой проект поддержали. Проект участника из Ингушетии Абдулы Аздоева Академия Аргона позволит трудоустроить молодежь и освоит навыки использования сварочного аппарата. В республике Ингушетия сильно выражена безработица. К тому же мастеров по аргонодуговой сварке немного. На всю Ингушетию у нас три мастера, которые способны варить алюминий. И примерно три организации, три-четыре организации, которые работают с нержавеющей сталью. И там не хватает людей. И я так подумал, что я могу одним выстрелом убить двух зайцев. И я обучаю людей этому направлению, сразу их трудоустраиваю. Последний день форума «Махар» прошла встреча с министром по делам молодежи Карачева-Черкесии Ибрагимом Татаркуловым и председателем комитета по делам молодежи республики Ингушетия Адамом Альсаговым. Они подчеркнули, что эта площадка дала отличную возможность молодежи получить необходимый багаж знаний и реализовать свои проектные идеи. Всероссийский высокогорный форум «Махар» оправдал в полном объеме все те ожидания, задачи, цели, которые были на него возложены. Все задачи были решены, цели были достигнуты. Действительно, форум прошел на очень высоком уровне. Представители Федерального агентства по делам молодежи, которые также принимали участие в этом форуме, и экспертного сообщества со своей стороны выразили свое мнение касаемо высокой степени и уровня организации данного мероприятия. В плане проведения самого форума хотел бы отметить большую работу, проведенную организаторами в лице как Министерства молодежной политики Карачаево-Черкесской республики, так и Карачаево-Черкесского государственного университета, видно, как организаторы с высоким уровнем организационного подхода. По завершению форума всем представителям молодежи вручили сертификаты участника форума. Алих Алипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Махар. В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч ребят отдохнули в летних лагерях. В этом году в республике детей принимали 105 детских лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 96 школьных с дневным пребыванием. Почти 3000 одаренных талантливых ребят, показавших высокие результаты в учебе, спорте, творчестве, смогли отдохнуть в Дамбай, Архызе, Тиберде и Пятигорске. С 2023 года также начали функционировать тематический лагерь для движения первых и лагерь труда и отдыха в Аграрно-технологическом колледже. Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР и ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачева-Черкесии смогли и 750 детей из ЛНР, а более 40 детей из семей участников спецоперации смогли отдохнуть за пределами республики на Черноморском побережье. Глава региона отметил, что во всех детских оздоровительных лагерях ребята были обеспечены разнообразным питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и качественным досугом. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что после отличного отдыха ребята с новыми силами начнут новый учебный год и знания будут получать с большим энтузиазмом. В Черкесске прошел второй этап соревнований по плаванию среди сотрудников главных управлений МЧС России субъектов СКФО. Спортсменов принял современный бассейн Северокавказской гуманитарной технологической академии. Чемпионов и призеров в заплыве ожидали дипломы и призы, расскажет Мурат Ченказов. В начале мероприятия состоялся торжественный митинг, на котором участников состязаний приветствовал исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Помогайба. Выступившие пожелали участникам спортивного азарта и воли к победе. А учащиеся колледжа культуры и искусств имени Даурова показали красивый национальный танец. Сотрудники МЧС, учитывая сложности при выполнении, не сложности, а особенности выполнения задач по спасению людей, должны быть постоянно в хорошей физической форме. И любые виды соревнований по любым видам спорта в том числе подтверждают наличие этой физической формы и способность сотрудников МЧС выполнять задачи даже в сложных условиях. Поэтому эти соревнования играют немалую роль в деятельности наших сотрудников. В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и девушки. Способ плавания был определен вольным стилем, а дистанция 100 метров, а также командная эстафета среди мужчин 4 по 50 метров. Каждый год выступаю на соревнованиях по плаванию за Ставропольский край МЧС. И постоянно хожу на тренировки, поддерживаю здоровье, слежу за своим телом и духом. Ребята подготовлены очень довольно-таки отлично, молодцы. Вот в их нелегкой работе этот навык просто необходим. Вот, хорошо уметь плавать. Мастерство пловцов оценится по технике, проплыванию дистанции. Ну, естественно, если хорошая техника, значит и время показывает пловец очень хороший. Победители были определены по лучшему результату, показанному на каждой дистанции. Команда главного управления МЧС России по Ставропольскому краю одержала уверенную победу среди всех участников. На втором месте МЧСники Карачаева-Черкесии и на третьем – Северная сеть Аланья. Мурат Шинтьозов, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Башкорстане завершилось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов с более чем 16 стран. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии показали отличные результаты. В очередной раз достойно представить страну на международных соревнованиях и принесли три золотые медали. Тамерлан Каракетов, Ренат Бастанов, Азамат Баташев также отлично показали себя и завоевали серебряные медали. Ислам Татаркулов и Юсуф Урусов. Бронза у Алима Байкулова, Ибрагима Гачьяева и Астемира Чагова. Тренирует спортсменов Дахир Лайпанов, Пилял Байчоров, Ансар Татаркулов. Владимир Шатаев, советский и российский альпинист, автор книги «Категория трудности», совершил восхождение на высшие точки 35 стран всех континентов и самую высокую гору планеты Эверест в 1995 году. Он оказался вторым человеком в мире по возрасту, в то время взошедшим на эту вершину. Владимиру Николаевичу тогда было 58 лет, а в 80 лет он еще раз поднялся на Эльбрус. Владимир Николаевич – заслуженный тренер РСФСР, СССР, обладатель титула «Снежный барс». Владимир Шатаев дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу, которое мы сейчас предлагаем вашему вниманию. А наш выпуск завершал.